Всем доброе утро, друзья. Сегодня суббота. В Самаре минус 15, немного потеплело. Ну а я на работу. Здравствуйте. Вошли в парк? Вы без детского кресла? Вы без детского кресла? Знаете штраф какой? А вдруг? Воскресенье, утро, друзья. За бортом 0 градусов. Пошел дождь. Я в шоке. Самара. Моментально все растаяло после дождичка. Уже плюс 2. Едем по лужам в январе. Эксклюзивные кадры. Анечка за рулем. Что, вы меня не видели разве? Очень редко. Я ее видела. Небо голубое. Как будто ничего не было. Как будто весна. Может, это уже весна? Четверноват. Пропускать? Да, да. Утого либо стой, либо пропускать. Чего тебе? Не знаю, что. С ним баток. Стеснялся. Ага. Брань делай. Красная машина. Надо пропускать. Не важно, кто здесь прав. Я права? Напишите в комментариях. Права? Так, вообще-то моя дорогая. Яма тоже твоя. Что ж, не без этого. Смотри, уже уворачивать начали. Я для него помех справа, что пускай пропускает. Вот и все. Так, ну а у нас вот Жуля. Естественно. И Яла. Потому что мы едем к бабуле, дедуле. Сегодня Татьянин день. Завтра. Завтра. Просто мы завтра работаем. И папа работает. Ну, буквально через две минуты небо над Самарой затянуло тучами. Может быть, опять дождь пойдет? Вот такая нереальная картина. Возможно, вот из-за этого меняется климат в Самаре. Ну, что, приедено вообще? А? Как оно вообще? Я переела. Я не могу. Мне плохо. Я сажусь на диету. Я тоже. Я больше так не могу. Я еле вылез из-за стола. Так получилось, что в моей жизни есть только еда. Так все было вкусно. Очень вкусно, но... И селедка под шубой, и салат оливье, и картошка-пюре, и мясо, рагу, и, блин, рыбка. Как ее? Красная солена. Красная, это, семга. Ну да, мама сама солила, кстати. Короче, ну и батяна настойка, конечно, на орешках. Хе-хе-хе-хе. А что ты? Мог бы отказаться? Ну, нельзя батю обижать. Ну, что я тебе могу сказать? Самара ночью. Прекрасно. Особенно московское шоссе. Ты лучше сними там, на медзаводе. Сейчас будем подъезжать. На медзаводе снимаем. Там на деревьях такие штуки навешаны. Ничего не стоит. Типа гирлянда. Я имею в виду, московское шоссе. Так, ладно. Едет. Хе-хе-хе. А ты меня пародируешь, ты? Вот океанарем, ЖК московский. Вон там, кстати, это аквапарк, про который мы говорили. Помнишь, на стрелях? Да, тут, кстати, есть аквапарк, может быть, как-нибудь надо будет сходить. Я не люблю сидеть. Ну, ты не любишь, он не с Яной. Ну, нет, Яной тоже не пойдет. Значит, ты ее потом будешь? Пойдешь в аквапарк? Ну, мама сказала, ну, я, значит, не люблю. Ваня, ты там, не знаю, что вы там наплюхаетесь? Там же хворк. Ваня, ну, у нее кожа восприимчивая тоже. У всех кожа. Ваня, ну, ты полгода не ходил по врачам, не искал, почему у нее там то-то или чего-то. А я ходила. Мехзавод-то какой нарядный. Уступаем на зеленый как-то? Легко. Вау, смотрите, какие деревья. Красотища. Да. Слушай, ну, грязь сегодня вообще отменная. Как будто бы не зима 24 января. Сна как-нибудь. Ага, 24 марта как будто. Вон, вдалеке появился наш любимый Кошелев. Справа, немножко правее, за врагом. Сюда мы едем. Уездный город. Можно еще кучу всех этих названий придумать. Церковь. Это в Новом Самаре построили. Да, вот сейчас проезжаем в Новую Самару с левой стороны. Анушка очень любит этот район. Кто-то тебе сказал-то. Ты любишь свой район? Ну, я люблю свой район просто потому, что там моя квартира. Но если бы моя квартира была в другом районе, я бы, наверное, тоже ее любила и район тоже любила. Утро следующего дня приблизительно минус пять. Сильный туман. Ну, так бывает при перепаде, при резком перепаде температур. Ну, а я уже на работе. Это вообще шикарно. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, наденьте маску и перчатки. Это важно для всех, кто в машине. Поездка по Яндекс.Навигатору займет пять минут. Все шикарно еще. Напомните, что наступило-то? А? Что наступило? 2021 год? Ааа. А вы можете меня поздравить вместе до 7 дней? Поздравляйте студентов, да. Ну, я приехал домой пообедать. Что тут у нас есть? Беречка. Есть супчик. Есть жареная курица. И есть картошка с мясом. Я ее, наверное, сейчас доем. Только ее надо разогреть. Картошка с мясом. Хлеб с минонезом. Кетчуп. Помидорки. Лук. Всем приятного аппетита. Поехали. 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 Снега, гора, конечно, чуть-чуть прошел, 5 секунд, и все, на ногах полно всего, скорее просто выреждаю. Я говорю, погода в этом году прям подстраивается, типа до января бабахло, морозило, а теперь говорит, хватит. Пожалуйста, наденьте маску и перчатки. Это важно для всех, кто в машине. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 3 минуты. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 6 минут. Нигде не видел цыганей, нигде не видел цыганей, только в Самаре. В Краснодаре 10 лет пожил, цыгане там на улице. В советское время это было, в Советском Союзе, потом они кончились. По Кошелево, они прям ходят на каждом углу. Я знаю, в Авраге там. Табор у них. А что, значит, вам не рассказывать? Что мне рассказывать? Опять за старое, значит, да, взялись. Я тебе сама могу рассказать. По осенью ехала на газальке, на автобусе, в общем, в 80-м. И женщины разговаривают, что в Петра Дубровых они вообще оборонят эти пенсионеры. Цыгане? Да. Способ оплаты изменен на наличные. Что-то с картой у вас? Нет, там будет. Нет, я говорю, способ оплаты изменен на наличные. А? Почему? Хочу сейчас кожаный, смотри, черный. В общем, мы с Аной Юриной наконец-то вышли купить вместе хлебушка. Наконец-то будет дома у нас хлебушек. Есть у нас хлебушек. Ну, и эту гребаную замазку. Почему гребаную? Судит Галю. Она как раз идет с работой. Бежит. Петит. Да. Я сегодня сидела на диете целый день. Женские разговоры вам неинтересны. Да. А вечером попила чай. Ну, вот, сейчас самушки возьмем. Наконец-то вместе хлебушку домой. Домой. После вас. Закрыто. Ну, ладно, замазку потом кучу. Откуда я знаю, может. До 8 марта. До 8 марта. До стоит елка. Напишите в комментариях. Вот смотри, сейчас нашли топор. Не слабаки же здесь в Самаре. Мне кажется, что дотерпятся до 8 марта. Вот. Обходим злачное заведение кошелька. У нас тут кто-то писает. Рядом тут же кафе домашней кухни. Мама Люба. Ну, нам, самушка, для этого нужно подготовиться. Нужно купить нам подставку для, как это называется, штатив настольный для телефона, чтобы делать обзорчик в кафе. Чтобы телефон не на столе лежал, а стоял на штативчике, на небольшом. А у нас столько большой дома штатив. Надо заказать, наверное, как всегда, в альдрис. И начать делать обзорчики по местным злачным заведениям. Ну, Анна Юрьевна, на диете? Ну, говори. Ну, я же не каждый день буду. Так, не вовремя. Я разгрузочные дни буду делать. Может, ну, я нафиг эту диету. Не, я разгрузочные дни буду делать. Я же не буду прям вот тут совсем голоду морить. Сегодня похудею, завтра за два дня поем. А вот за танком магазинчик книжный. Да, он что, он открытый? Да. И мы сюда зайдем, сейчас посмотрим замазку. Здравствуйте. Нужен штрих. Вам покраски. Сколько есть? Покраски? Вот так. Пойди. Где? Где цены? На коробочках. На коробочках? А, вот вижу, 82. 33. Так, а че? Так, а че? Чья-то жена сдала в ломбард. Аккордеон. Аккордеон мне про удочки сказала. И удочки. Пока муж в танки играл. Представь, просыпается человек, а с командировки приезжает. А штанги дома нет. Аккордеон. 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 С помидорками. Ну, а полностью видео, как мы с Аней ели курицу на стриме и отвечали на ваши вопросы и комментарии, вы можете увидеть на нашем общем с Аней канале, который называется Аня и Ваня. Точнее, Ваня и Аня. Ссылочка на него будет, как обычно, в описании под этим видео.